Библейский портал экзегет.ру представляет Лирического героя Ездра, вот того самого Ездра, который выводил из вавилонского плена израильтян, отстраивал потом Иерусалим и храм, но здесь он совершенно не этим занимается, он в вавилонском еще пленении, и беседует он с ангелом Уриилом о тайнах мироздания, о конце времен, довольно требовательно призывает Бога помочь израильтянам, на что ему ангел неизменно отвечает, а можешь ли ты то, это, давая ему какие-то абсолютно немыслимые Задание вроде взвесить огонь, вот так и здесь ты тоже ничего не можешь изменить или даже разобраться в происходящем Итак, вопрос, и сказал я, если я приобрел благоволение пред очами твоими, покажи работу ему, через кого ты посещаешь творение твое Очевидно, он просит показать, как вот Господь в этот мир вмешивается, да, вот что он в нем делает, как он меняет его жизнь И сказал он мне, от начала творения кругоземного и прежде, нежели установлены были пределы века, и прежде, нежели подули ветры, прежде, нежели услышаны были глаз и громов, прежде, нежели возблистали молнии Вообще, обычно люди думают, что гром и молния, древние люди, это такие проявления божества, там, Зевс громовержец, да, и Ваал тоже понимается как громовержец в религиях древнего Ближнего Востока Вот еще раньше всего этого, прежде, нежели утвердились основания рая, прежде, нежели показались прекрасные цветы, прежде, нежели утвердились силы подвижные, и прежде, нежели собрались бесчисленные воинства ангелов Прежде, нежели поднялись высоты воздушные, прежде, нежели определились меры твердей, ну, это, видимо, тверди небесные Прежде, нежели возгорели с огни на Сионе, построен был Иерусалим Прежде, нежели исследованы были леты и определены те, которые грешат ныне, и запечатлены те, которые хранили веру как сокровище Тогда я помыслил, и сотворено было все мною одним, а не через кого-либо иного От меня также последует и конец, а не от кого-либо иного То есть, есть много разных явлений, сущностей, личностей, ангелы, например, люди тоже Но все решает один Бог, отвечает он То есть, я непосредственно участвую в истории Странный ответ, может быть, я бы ждал, что тут будут пророки, ангелы, кто-то еще Но вот Бог говорит, а я сам все Но диалог продолжается Тогда я, Эздра, отвечал Какое разделение времен, когда будет конец первого и начало последнего? Вот какие-то этапы большого пути, да? То есть, творение переживает сложные, разные этапы истории, вот где одно переходит в другое От Иврама даже до Исаака, когда родились от него Иаков и Исаав Рука Иакова держала от начала пяту Исаава Конец всего века Исаава, начало следующего Иаков Рука человека начала его, а конец пита его О другом, Эздра, не спрашивай меня Да, уж после такого ответа не захочется Ничего же не понятно У Исаака родились двое, Иаков и Исаав И одновременно рука Иакова держала пятку Исаава, когда они рождались Так вот, оказывается, Исаав был концом, а Иаков началом Это что? Значит, пока выходит один, это еще заканчивается предыдущий этап А когда второй, ручка только его из утроба показалась, уже начался следующий Вот прямо с такой хирургической точностью отмечено А может быть, речь идет о том, что вот это начало и конец, они не хронологически размечены Да, вот мы в прошлой главе обращали внимание, что они там рассуждают как бы вне времени Да, вот время это такой поток, который течет А они как будто над ним И Эздра хочет, чтобы все одновременно пристали пред Божьим судом А ангелам отвечают, но так не бывает, это постепенно все происходит Получается, что Божий суд, он не точка во времени Он некое состояние, которому в каждой приходит свое индивидуальное время Так и здесь Рука и пятка, Иаков и Исаав, то есть это как бы индивидуально для них начало и конец Я же в ответ сказал ему, о, владыка Господь, если я обрел благодет пред очами твоими, молю тебя Покажи, работа ему конец знамений твоих, которых часть показал ты мне в прошедшую ночь То есть чем все закончится, ужасно же интересно Мне всегда тоже интересно, чем закончится вот то, что мы сейчас переживаем Там разные исторические события, культурные явления Да, личная жизнь тоже Он отвечал мне и сказал Встань на ноги твои, слушай голос, исполненный шума И будет как бы землетрясение, но место, на котором ты стоишь, не поколеблется Посему, когда будет говорить, ты не ужасайся Ибо о конце будет слово и основание земли, разумеется А как речь идет о них самих, то земля вострепещет и поколеблется Ибо знает, что конец должен измениться То есть такой голос, что даже земля задрожит И было, когда я услышал голос, встал на ноги мои и слушал И вот голос говорящий, и шум его, как шум, вот многих И сказал, вот наступают дни, когда я начну приближаться, чтобы посетить живущих на земле Когда начну я взыскивать с тех, которые неправду и свои произвели неправедно великий вред И когда исполнится мера уничижения Сиона Вот когда он будет уже достаточно унижен А когда назнаменовается век, который начнет проходить То вот знамени, которые я покажу Книги раскроются при лицом твердей, и все вместе увидят И однолетние младенцы заговорят своими голосами И беременные женщины будут рождать недозрелых младенцев через 3-4 месяца И они останутся живыми и укрепятся Засеянные поля внезапно явятся, как незасеянные И полная житница окажется пустыми Затем вострубит труба с шумом Когда услышат ее, то все внезапно ужаснутся И будет то время вооружаться друзья против друзей, как враги Устрашится земля с живущими на ней И жилы источников остановятся И три часа они будут течь То есть прекратится Истягнет вода в источниках на три часа Довольно странный набор разных фактов Единственное, что их объединяет Это поразительность этих событий Их невозможность в нашем мире И все это свидетельство приближения Бога Свидетельство того, что он грядет для наказания нечестивцев А может быть для награждения праведных Всякий, кто после всего этого, о чем я предсказал, тебе останется в живых Сам спасется и увидит спасение мое и конец вашего века То есть остаться в живых и спастись, это не одно и то же А что спастись, здесь не уточняется И увидит люди избранные, которые не испытали смерти от рождения своего Которых это все застанет живьем еще Изменится сердце живущих и обратится в чувство иное Ибо зло истребится, исчезнет лукавство Процветет вера Побеждено будет растление Явится истина, которая столько времени оставалась без плода Некоторые общие слова Вот это все такое страшное, непонятное Но все будет хорошо, явится истина Когда он говорил, я взглянул на того, пред которым стоял И он сказал мне Я пришел показать тебе время грядущей ночи Итак, если ты опять помолишься, опять семь дней попастишься То я покажу тебе больше в день, в который я услышал тебя Голос твой услышан у Всевышнего Увидел крепкие правильные действия, увидел чистоту, которую хранил ты от юности твоей Посему он послал меня показать тебе все это и сказать Уповай и не бойся Не спеши с первыми временами помышлять суетно Дабы не судить себя с такой же поспешностью о временах последних Ничего толком не объяснил Сказал, все будет странно, все будет страшно, но в конце хорошо И вообще с тебя хватит, да? Вот апокалипсис, откровение, ездр, так это называют Но какой-то очень такой аккуратный апокалипсис Какое-то такое очень неторопливое откровение Много ты не должен знать, не твое дело Все будет совсем не так, как ты привык Фактически это краткое резюме А тому мало Он хочет знать После сего я снова со слезами молился и также постился Семь дней, чтобы исполнились три седмицы, заповеданные мне Значит, ему выдается это порциями Три седмицы, двадцать один день поста и молитвы В надежде снова увидеть что-то на эту тему Восьмой же ночи сердце мое пришло снова в возбуждение Вот, да, семь дней на восьмой день, да, три седмицы Еще только одна прошла Я начал говорить перед Всевышним Ибо дух мой воспламенялся, сильная душа моя томилась И он тоже, он всегда сам инициатор своих откровений Это необычно Мы встречаем откровение от Бога, когда Господь его посылает Да, но здесь он буквально выпрашивает это откровение Довольно требовательно выпрашивает И сказала, Господи, ты от начала творения говорил В первый день сказал, да будет небо и земля И слово твое было совершившимся делом То есть сказал, и оно возникло Тогда носился дух И тьма облегала вокруг и молчание Звука человеческого голоса еще не было Тогда повелел ты из сокровищниц твоих Выйти обильному свету, чтобы явилось дело твое Во второй день сотворил ты дух тверди И повелел ему отделить и произвести разделение между водами Чтобы некоторая часть их поднялась вверх А прочая осталась внизу Это пересказ первой главы Бытия Сотворения мира В третий день ты повелел водам Собраться на седьмой части земли А шесть частей осушил, чтобы они служили пред тобою К обсеменению и обработанию На самом деле Не так, но он считает, что только одна седьмая поверхность земли Занята морями Но мы знаем, что наоборот большая часть Значительно большая Слово твое исходило и тотчас являлось делом Вокруг явилось безмерное множество плодов И многоразличные приятности для вкуса Цветы в своем виде неизменной С запахом Несказанно благоуханным Все это совершено было в третий день В четвертый день ты повелел быть сиянин солнца, свету луны, расположению звезд И повелел, чтобы они служили имеющему быть созданным человеку То есть человеку, который только еще будет В пятый день ты сказал седьмой части В которой была собрана вода, чтобы она произвела животных, летающих и рыб Что и сделалось Вода немая и бездушная По мгновению Божию Призвела животных, чтобы все роды возвещали дивные дела твои Зачем он это пересказывает? Что Бог не знает историю сотворения мира? Или это для нас повторить? Из книги Бытия мы не все узнали Но это еще и комментарий Вот сейчас мы встретимся с абсолютно неожиданным поворотом событий Значит, у нас пятый день Вода рождает водоплавающих и птиц Тогда ты сохранил двух животных Одно называлось бегемотом, а другое левиафаном Они описаны в книге Иова как такие странные чудовища Но бегемот это по-древнеюлейски просто зверь с большой буквы Множественное число на самом деле Зверюга Левиафан, левиатан Не очень понятно, что слово означает Но оно было распространено на древнем Ближнем Востоке Некий, ну, дракон, в общем говоря, по-современному И бегемот не обязательно то, что мы сегодня считаем бегемотом и гиппопотамом Да, это может быть какое-то вообще мифическое чудище И ты отделил их друг от друга Потому что седьмая часть, где была собрана вода, не могла принять их вместе Такие огромные, что океан их не вмещает Бегемот это дал одну часть из земель, осушенных в третий день Да обитает в ней, в которой тысячи гор А Левиафан отдал седьмую часть водную И сохранил его, чтобы он был пищевой тем, кому ты хочешь и когда хочешь То есть Левиафан – это такой резервный кусок мяса Плавающий в виде дракона в морях И когда надо будет его Забьют те, кому Бог это даст В шестой же день повел ты земле произвести пред тобой скотов, зверей и пресмыкающихся А после них ты сотворил Адама, которого поставил ластерином над всеми твоими тварями И от которого происходим мы и весь народ, который ты избрал Ну и к чему все это длинное предисловие? А вот к чему Все это сказала пред тобой Господи, потому что для нас создал ты век сей О прочих же народах, происшедших от Адама, ты сказал, что они ничто, но подобное слюне И все множество их ты уподобил каплям, каплячим из сосуда То есть мы-то, самое главное, смотри, сколько ты для нас всего сделал Так скромненько говорит Ездра Но он, здесь он такой, ну чуть не шантажист Тут он прямо вырывает у Бога эти благословения И ангел его каждый раз осаживает Он говорит, кто ты такой, чтобы об этом рассуждать А он вот буквально вынуждает Бога, пытается им манипулировать Ты же столько сделал всего для нас, теперь такая малость нужна Освободи нас от этих вавилонин в конце концов И ныне, Господи, вот эти народы, за ничто тобой признанные Начали владычествовать над нами и пожирать нас Мы же народ твой, который ты назвал своим первенцем, единородным, возлюбленным твоим Преданы в руки их Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследие с веком? И доколе это? Что, трудно тебе? Ты Левиафана создал такого дракона водного А теперь не можешь вавилонин победить Ну, мы же твои, мы же с тобой, мы же на твоей стороне В седьмой главе, конечно, ангел ему снова скажет Цыц, ты ничего не понимаешь И будет интересно прочитать, как именно он это скажет Потому что там уже будет не просто про мироздание Там вес огня, мера ветра Или способность породить этот самый ветер Что человеку в те времена, конечно, было недоступно абсолютно А вот здесь уже пойдет более конкретно про действительно историю избранного народа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!